Ты в школу ходишь, зайчик? Да. А чего ты сегодня не заметила? Она начала болеть. Ты болеешь? Она же с ручками болеешь. Потому что он реально горячий. В куртке и под теплым одеялом 10-летнего мальчика нашли соцработники. В квартиру их вызвали соседи, которые считают семью неблагополучной. Горохлама, грязные посуды, разбросанные по квартире вещи и дикий холод. Тяжело представить, что в таких условиях могут расти сразу 4 маленьких ребенка. На кухне, она же спальня, на полу пылятся кости после ужина. На кровати матери разбросаны сигареты. В детской припрятана пустая жестяная банка из-под алкоголя. В холодильнике сегодня пусто. В семье из шести человек работает только бабушка. Она и уверяет, совсем справятся, лишь бы детей не забрали. Вытаскивали, потому что… Хорошо, а что с едой? И на чем вы ее готовите? На электроплитке пока. На электроплитке пока. Соцработники дают шанс за сутки все привести в порядок. На следующий день квартиру и правда не узнать. Просторное чистое помещение, вместо хлама на столе фотографии. Холодильник заполнен едой. Сегодня дети будут ночевать дома. Но за семью теперь глаз да глаз. Родина будет перебивать на нашем облике. И регулярные переверки будут действовать комиссией в складе инспектора региональной провенции и всех фаховцев Центра социальных служб для семьи детей и молодых. Как объясняют в службе по делам детей, каждого ребенка пытаются оставить в семье до последнего, если нет прямой угрозы его жизни или здоровью. Дитина залишилася под наглядом людей, которые перебывают в алкогольном спинене или в наркотическом, под действием психотропных речовин. Это загроза жизни и здоровью дитини. Если дитина в антисанитарных условиях перебывает, также если дитина сообщает, что она голодная, она ничего не ела, и батьки ее бьют, то проводится семейное насилие в родине. Также вызываем группу быстрого реагирования Полина, которая с нами вместе получает детей. А это семья дворников. У них три ребенка. Накопить на квартиру, получая минималку, не могут. Живут в подвале, который любезно предоставил ЖКС. Соорудив и штор двери, и поддерживая чистоту, создать приемлемые условия проживания им удалось. Но семье все равно грозит штраф. Сын отказывается учиться после девятого класса. Убеждать парня теперь будут и родители, и соцработники. Чтобы могли бы его где-то устроить. В школу, или в училище, потому что она же не слушается. И в данный момент ничего не можем сделать. На учете в службе по делам детей в Приморском районе более 70 несовершеннолетних. 41 семья, которая нуждается в соцсопровождении. Если мать с отцом со своими обязанностями не справляются и категорически отказываются выполнять рекомендации соцработников, им может грозить лишение родительских прав. Лилия Гарапашная, Юлиана Ксенова, Алексей Прокопенко, Телеканал Репортер.